Жители Алматы не могут добиться получения ключей от своих квартир. Заехать в жилье они должны были еще весной, но фасады домов и коммуникации до сих пор не готовы. Люди возмущаются тем, что по документам объект уже сдан в эксплуатацию. Как так могло произойти? Выясняла Нуар Мангельзинов. Акт ввода в эксплуатацию на 13 блоков. Акт ввода в мае получен. Получить ключи три десятка жителей Алматы не могут уже пять месяцев. Летом прошлого года они заключили предварительный договор купли-продажи с одной из частных организаций, занимающейся реализацией квартир. В компании обещали, что дома сдадут в эксплуатацию уже нынешней весной. По документам оно и так, говорят люди. Однако на деле все обстоит иначе. Я запросила акт ввода в эксплуатацию, начала изучать документы. Оказалось, введены все 13 блоков по первой очереди, но из них пять блоков даже фасада нет. Из-за чего какие-то банки отказывают, потому что объект не завершен. Плюс у нас идёт, что в каждой квартире идёт уменьшение площади. Это от одного до трёх квадратов. Не готовы и все необходимые коммуникации, говорят люди. В частности, отсутствует элеваторный узел. Это один из главных компонентов системы отопления. Стройка должна быть стыгем. А этого не сделано. Хотя скоро уже отопительный сезон. Сколько они будут тянуть? Уставшие от ожидания, люди в очередной раз пришли в офис, чтобы требовать скорейшего завершения строительства. К сожалению, конкретного ответа на свой вопрос они не получили. Позже представители компании изъявили желание высказать своё мнение. Правда, потом передумали и от комментария отказались. Ситуации подобного рода нередки, говорят юристы. Связано это всё с отсутствием контроля. Всё укрепление от госорганов, которые должны такими вещами заниматься. В том, что вы говорите, это долевое строительство по сути своей. Но недобросовестные застройщики, они это маскируют под разные виды договорных отношений. В том числе, это предварительный договор бронированный. Когда застройщики пытаются привлечь таким образом деньги, они нарушают несколько законов. Как считает юрист, перед приобретением жилья людям необходимо обратиться в Акимат, чтобы взять список тех компаний, которые имеют право на долевое строительство. Ануар Мангельдинов, Сергей Шуйский, Информбюро.